Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Тема сегодняшнего урока недельная глава Насо. Если вы живете в Израиле, вы читали на прошлую субботу, если вы живете в диаспоре, вы и мы будем читать ее на следующую субботу. В любом случае, это одна из длинных глав Торы, самая длинная глава Торы, и кроме того, что она самая длинная, она очень насыщенная, поэтому, собственно говоря, как и любой урок, тяжело выбрать, на чем остановиться, что более осветить. И мне кажется, что есть интересная идея, которая, на самом деле, просматривается через всю эту главу, которая, на первый взгляд, не бросается в глаза. И я хотел бы ее назвать, как люди могут допускать ошибки и как они могут их исправлять. Когда я говорю ошибки, это не обязательно подразумевается ошибкой, чаще это подразумевается как грех. Просто слово грех, простому человеку, когда он слышит слово грех, он начинает сразу переживать, что-то такое нехорошее, духовное, религия это опыль для народа, и поэтому людям не нравится это слово, к тому же, никто не хочет быть грешником, даже люди, которые далеки от всего этого. Но слово грешник, все-таки слово нерелигиозный и атеист звучит значительно лучше и проще, чем грешник. Поэтому давайте будем называть это слово ошибкой. И люди иногда в жизни допускают ошибки. Уже царь Соломон сказал, что не может быть человек, который живет в этом мире и он безгрешен, без ошибок переводим. Поэтому каждый человек, когда он допускает ошибку, должен быть какой-то алгоритм, должна какая-то быть система, как эту ошибку исправить. Мы говорим про большие ошибки, мы говорим про более-таки мелкие ошибки, хотя мелкие тоже надо исправлять. И если мы посмотрим в нашей отдельной главе, несколько раз в совершенно разных моментах, в совсем разных частях этой главы мы видим эту идею. И начнем с, если вы посмотрите, это пятая часть, приводится небольшой абзац, который, на первый взгляд, вообще можно так быстро прочитать, не обратить даже на него внимания. И Господь говорил Моиша, говорили с ним, израиль, если мужчина или женщина сделали какой-либо из грехов против человека, совершая преступление. И Тора, как она очень часто, не объясняет в подробностях, о каком преступлении это говорится, можно сказать, что это какое-то большое преступление. На самом деле, это говорится о ком-то, кто поклялся, он украл у кого-то деньги, он отрицает это, и более того, он еще и поклялся. И Тора говорит, что теперь, когда он уже раскается, он должен, первую очередь, конечно, вернуть, он должен вернуть денег, которые он должен. Тора его наказывает, как бы дает ему штраф, он должен заплатить пятую часть этих денег. Я хочу сразу, кстати, обратить внимание, интересно, если вы посмотрите, Рамба, Рамба говорит, что это не пятая часть тех денег, которых он отрицал и украл, а это пятая часть после того, как он заплатит. То есть мы бы это назвали с нашей точки зрения четвертую часть. То есть если он, например, украл 100 рублей, он должен будет заплатить 125, потому что со 125, 25 это пятая часть. То есть это называется языке Тора пятая часть. В любом случае он платит штраф и он должен приносить, он приносит же это приношение. И Раши обращает внимание внимательного читателя, что вся эта глава уже была на самом деле в Торе написана, уже в Хумыше Ваикра, практически вся эта история, это Ваикра, пятая часть Хумыше Ваикра, уже вся эта часть Торы была упомянута. И Раши говорит, зачем Тора повторяет, хотя мы часто встречаем в Торе повторения, но каждый раз, когда что-то повторяется, значит Тора нам что-то лучше чему-то новому научить. И Раши говорит, что эта глава была повторена ради двух новых законов. Первый закон, это что человек, даже если мы сто процентов знаем, что он согрешил, мы уже знаем, что он украл эти деньги. Пришли два свидетеля, приходят два свидетеля в суд, и они заследили, что да, действительно это все было ложь, он хоть и поклялся, пришли два человека и сказали, да, у него эти деньги. Все равно он не будет приносить это приношение, и не будет платить этот штраф, пока он не скажет ведуй, ведуй, это он должен признаться в своей вине, и он должен сказать, что да, я грешил, он должен попросить прощения перед Богом и перед своим товарищем. Это тот ведуй, кстати, это то слово ведуй, которым мы говорим в Ем-Кипуре, если вы помните, не так давно в Ем-Кипуре, евреи снегогах, мы бьем себя в грудь. Этот ведуй, кстати, он учится именно из этого маленького отрыва, который, вот эта заповедь ведуй, вот эта заповедь, когда мы произносим свои грехи и просим всевышнего прощения, оно вот именно здесь приводится. Интересно, почему именно здесь мы к ним должны будем вернуться. И второй закон говорит раньше, отсюда мы учим, что если некому возвращать эти деньги, как такая может быть ситуация, человек, у которого эти деньги были украдены, он умер, и у него нету никаких родственников. Как такая может быть ситуация, у всех какой-то есть двоюродный брат, а юродный брат, мы говорим о пришельце, мы говорим о герцедок, который пришелец, он пришел, у него, значит, у него нету никаких родственников, и он умирает без родственников. Куда же теперь эти деньги давать? Торо говорит, надо дать священникам. Мы говорим, даем это каани. Этот штраф мы вместо того, чтобы некому давать, он уже в могиле, мы даем это каани. Как говорит Раша, вот эти два момента нас Торо здесь учит. Все вроде бы такой небольшой абзац, как и каждый абзац Торо, конечно, очень важен, но особого внимания простого читателя обычно не заденет. Ромой Шепайнштейн говорит очень интересные законы и уроки, которые основаны на этом абзаце. Он говорит, что Торо нас хочет научить, что в первую очередь, если человек хочет действительно раскаяться и ошибки свои исправить, это он должен осознать, что была ошибка. В первую очередь, говорит Ромой Шепайнштейн, то есть мы говорим о ком? Мы говорим о человеке, то на самом деле он готов даже заплатить штраф. Пришли два свидетеля, говорят, что вот вы должны деньги. И Ромой Шепайнштейн говорит, смотрите, он уже вроде бы все, пусть он идет, платит штраф и приносит же это принешение. Нас Торо учит здесь, пока он не скажет в виду, пока он не скажет, да, я грешен, да, я действительно понимаю, я осознаю свои ошибки, вся эта система не начинает работать. Спаси Ромой Шепайнштейн, почему? Мы видим, что первый шаг искупления и прощения, и надо понять вообще, что ты что-то сделал, что-то согрешил. То есть ошибка должна быть осознана. Если человек все равно, давай ничего страшно, на самом деле он не все равно должен был деньги из чего-то другого, и на самом деле Ашем простит и так далее, тогда вся эта процесса, на самом деле, как бы не начинается. И поэтому нас Торо учит, что бедуй, кстати, мы учим все наши законы, бедуй – это как бы основная часть, одна из основных частей раскаяния. И часто люди просто, когда они не понимают, что что произошло, они не могут понять, если ничего плохого не произошло, чего мне раскаяться, чего мне кается. Вспоминается, была такая шутка советских времен, когда маленький ребенок спросил свою бабушку, бабушка, какая разница между беда и катастрофой? Бабушка сказала, вот смотри, если у тебя, например, мячик вылетел на дорогу, машина переехала, мячик лопнул. Так это, конечно, беда, но это же не катастрофа. А представь себе, летел самолет, и там все советское правительство летело, и самолет разбился. Так это не беда, это катастрофа. То есть слово не беда, а катастрофа. Люди по-разному осознают, что это не беда. Ну и что, что я сделал, ничего не сделал. Особенно, когда дело касается денег, к сожалению. Особенно, когда это касается чужих денег. К сожалению, люди на эти вещи смотрят не так страшно. Даже люди, которые более серьезно относятся к другим грехам, другим ошибкам. Люди, когда доходят до денег, особенно, когда нечеткое воровство. Очень часто бывает ситуация, когда, может быть, человек бы прям-таки не воровал. Но, знаете, он не додать, не договорить, там, округлить, есть такие выражения. И человек не осознает, что вообще что-то плохое сделал. Поэтому, конечно, даже когда придет Йом-Кипур и следующий Йом-Кипур, он никогда не исправит эту ошибку. Поэтому, говорит Ромыш, в первую очередь Тора нас учит, что человек... Опять-таки, мы говорим, человек, который хочет, на самом деле, справиться, он даже не против заплатить штраф. Но если он не до конца понимает, зачем он этот штраф платит, так его искупление не полноценно. Я хочу упомянуть, что наши мудрецы с другой стороны говорят, что, конечно, любое раскание, даже маленькое, даже не полноценное, это тоже хороший шаг. То есть, человек не до конца понимает свою вину, человек не до конца понимает, что он что-то сделал плохое. Но хоть что-то он делает, он хотя бы сказал, извините. Тоже уже, это уже первый шаг. Да? Но надо понять, действительно, осознать, что действительно произошло. И второй закон, кстати, который тоже мы это учим, я упомянул, это что делать, если деньги некому давать. Тут, кстати, Ромыш тоже подчеркивает, смотрите, человек, который не осознал грех, он даже готов был деньги заплатить, на самом деле. Он сказал, я не знаю, я да, прав, я не прав, вы говорите, что я не прав, хорошо, я спорить не буду, я готов заплатить, куда выписывать чек. Так, подождите, вы согласились, что вы, нет, я ничего не согласился, но я не хочу ссориться, давайте я выпишу чек. Я говорю, значит, я больше говорю, что даже когда человек должен заплатить, хочет заплатить, этого недостаточно. Я больше говорю, что некоторые люди, они иногда, когда ошиблись, давайте скажем, там и согрешили, так они хотят дать вздоху. Копорос построить что-то, они понимают, что что-то плохое произошло, и они готовы нам заплатить и так далее. Но они не готовы осознать, что произошло, на самом деле, они не готовы измениться. Всегда легче. Я не говорю, что это легко, но очень часто легче выписать чек, особенно если это кредитная карточка, еще легче провести кредитной карточкой. Я не говорю, что это легко, хотя что-то нелегко, но это легче, чем извиниться перед кем-то. Действительно легче послать кому-то имейл, написать вот авторитата, вот моя кредитная карточка, бери, сколько я тебе должен, чем сказать, извини, я был неправ, эти деньги действительно принадлежат тебе. Вот эти слова, это действительно сложнее. Говорит Рамонич, интересно, Торо нас учит, что даже когда человек готов уже заплатить, в первую очередь, чтобы полностью искупить и стереть свой грех, надо осознать, что был грех. И теперь еще раз возвращаемся к закону, куда же теперь платить. Окей, мы уже говорим, человек осознал свой грех, он уже хочет справиться полностью, хочет заплатить, вернуть эти деньги и готов даже добавить вот эту пятую часть. Но, к сожалению, он говорит, куда выписать чек, он говорит, вы знаете, к сожалению, этот человек умер, и ему говорят, что надо выписать чек на храм, то есть священник. Интересно, почему именно вот в этом моменте Торо нас учит все эти законы. Понимаете, есть много, в Торе приводятся разные ошибки и грехи. В нашей недельной главе будут приводиться другие. У нас есть 365 запретов. Где-то Тора должна нас была научить, что если человек кается, то надо сказать перед Всевышним, как бы извиниться перед Всевышними, сказать вот это в виду. Почему-то именно здесь Торо нас этому учит. Так, одно из объяснений, замечательное объяснение видео. Ее книжка называется «Руга с обойцем». Он говорит, что кто этот пришелец? Я сказал, что он пришелец, его приводится к Агер. Пришелец очень часто подразумевается не тот пришелец, которого мы обычно называем, а человеческая душа, которая пришла в этот мир, на самом деле она тут гость. Мишнапер Кеевод говорит, что весь этот мир похож на коридор, когда мы куда-то идем, мы все в процессе. И получается, душа, кто приходит в этот мир, она проездом. Мы, конечно, надеемся в этом мире, чтобы наш проезд занял очень-таки долго, и прекрасно, и замечательно, но в конечном итоге все мы здесь проездом, все мы здесь гости. Елель, великий мудрец Талмуда Елель, он написан, он говорил людям иногда, я иду что-то хорошее сделать своему гостю. Я к своему гостю, к своему гостю, что-то приятное ему сделать. И его спросили, каждый день у тебя какие-то гости? Он сказал, что он имел в виду свою душу. Когда он летел, например, учиться, например, он там учился и так далее, душа это как бы гость в этом мире. Тело наше, оно ближе все-таки к этому миру, оно более такое физическое, и мы поэтому чувствуем все-таки, все-таки тело в этом мире как рыба в воде чувствует себя, и все замечательно. А душа немножко, она какая-то, знаете, иногда не в уровне, а не в тему. Так она гость, так в первую очередь гость в этом мире это наша душа. Интересно, взор, люди очень любят цитировать взор, это каббала. Взор приводится, когда там Тора рассказывает о, кто-то, отец продал свою дочь в рабство, мы говорим про еврейскую рабонию, и покупатель берет эту дочку в себе как бы в жены. То есть он ее берет не просто как рабыня, он ее на ней женится. Там написано, что он должен с ней обращаться как полноценная жена, то есть он должен ее кормить, одевать. Это то, что написано в Торе. Так взор говорит, это тоже намек на нашу душу, что если ты как бы свою дочь, то это наша душа. Если ты куда-то свою душу завел, так не забирай ее поесть и попить, то, что для души надо. То есть пища для души это духовная, то, что по-русски называется духовная пища. Тора нас учит, не забирай у своей души, которая рабыня в этом мире, она твоя рабыня душа, потому что она от тебя зависит, не забирай у нее духовную пищу. Поэтому возвращаемся в нашу недельную главу. Нам Тора говорит, что иногда человек украл деньги у пришельца. Кто пришелец, пришелец это наша душа. Очень часто люди, которые грешат, которые ошибаются, грешат, делают что-то нехорошее, они думают, они того обманули, этого обманули. Всевышний, конечно, сразу отвернулся, наверное. В первую очередь человек, когда он что-то нарушает, человек в первую очередь нарушает, он ворует у самого себя. Первый, кто теряет во всем этом, это он сам, это его пришелец, его крыльца. Поэтому именно здесь Тора намекает нам, попроси прощения у кого просить, его уже нет, это твой пришелец, это твоя душа. И тут Тора намекает, что любой грех, в первую очередь ты воруешь в самого себя. Интересно, что на святом языке есть разные слова, есть разные виды грех, которые специально, есть грех, который нечаянно, по ошибке. Есть разные слова, но самое, на мой взгляд, распространенное слово, это хет. Есть абера, есть хатаим. На самом деле дословный перевод хатаим и хет, это что-то, когда нехватка. Если вы посмотрите в первой главе книжки царей Малахим, когда Батшева пришла к Давиду, она ему сказала, что если царь Соломон не будет следующим царем, потому что его брат, там, посмотрите, там была целая история, когда Данио хочет стать царем, и приходит Батшева к Давиду и говорит, что же будет, если царь, то есть Давид ничего не сделает, так я и Шлойма будем хатаим. Что значит хатаим? Я видел в простом переводе, но переводится, что я и мой сын с Шлойма будем как грешники. Мы будем грешны. На самом деле, если вы посмотрите в комментарии, в шестой комментарии говорят, что они не будут грешниками. Они потеряют. Слово «потеряют» на святом языке это хатаим. Хет – это однокоренное слово и грех, и потеря. Потому что в первую очередь, когда человек делает хет, он теряет, и он лично сам теряет. Поэтому очень люди не понимают, где они потеряют, что они потеряли. Представьте себе простая история. Представьте себе, едет человек на такой очень хорошей красивой машине. Он только что помыл эту машину, вот он едет. И он едет, и, к сожалению, печально, он не соблюдает субботу. Значит, он едет на машине в субботу. И вот он едет, и на его еврейское счастье, хоть он не соблюдает в субботу, но все-таки еврей. И счастье у него еврейское. И, извиняюсь за выражение, птичка пролетела. И ему все это вот стекло, которое он только что вымыл, она ему запачкала. И пришлось там затормозить, он такой расстроенный. И, понимаете, со стороны, смотря как, посмотрите на эту историю. Человек – это простой человек, который не знает, он далек от всего. Он видит, действительно, парня жалко, такая красивая машина, грязная. Человек, который понимает, что происходит, что такое суббота, что такое нарушение субботы, не дай бог. Он видит совсем другую историю. Понимаете? То есть, в одной и той же истории человек думает, что он теряет. Он, с одной стороны, думает, что он потерял здесь. На самом деле он теряет совсем в другом. И человек, никогда не зная, где он теряет, что он теряет. Если он будет осознанно следить за своей жизнью и пытаться… Обычно тоже интересно, как это, как это, как это, откуда мне знать. Сколько всего интересного рассказали на человеку, откуда же нам знать. Я же не знаю. Меня в детстве не учили. И так далее. Обычно, особенно в наше время технического прогресса, любой еврей, который хочет узнать… Есть очень много доступных мест. И как узнать, и где узнать, и как исправить. И именно здесь еще раз тоже… Еще раз два вот этих закона. В первую очередь, что человек должен осознать свою ошибку. Он должен не думать, что можно просто отплатиться. И именно здесь человек должен когда понимать, что он в первую очередь ворует, когда он что-то не то делает. Он ворует у самого себя. Была такая шутка, когда два не особо умных водителя. В разных странах есть разные анекдоты про разных национальностях. Поэтому я, во-первых, не хочу ни про кого анекдоты рассказывать. На зависимости от страны рассказывают разные анекдоты. И едут два вот таких водителя, а там спереди мост. И когда шоссе проходит под мостом, очень часто на мост там вешают объявления, какая высота моста там, например, или в метрах, или в футах, чтобы, если вы едете на грузовике, чтобы вы знали высота моста, чтобы вы знали, или ваш грузовик может поместиться или нет на таких мостах. И вот они едут. Один на другом говорит, смотри, там же написано что-то. Куда же мы едем? Он говорит, посмотри вокруг, или полиция не смотрит. Да, так люди думают, да, посмотри вокруг, чтобы полиция не заметила, что они сейчас под этим мостом будут ехать. Надо не полицию бояться, а бояться, что вы сами себе разобьете грузовик. И это наш недельный главный намек в Торе. Дальше продолжается недельная глава. И здесь два отрывка. Они, наверное, более знамениты, чем предыдущий отрывок. Первый отрывок – это женщина, которая подразумевает муж в измене. Видите, она называется Сойта. Ее муж подозревает в измене. Причем там четкие законы. Муж сначала должен сделать предупреждение, чтобы она не уединялась с потенциальным любовником. Если вдруг они уединились, тогда он должен везти ее в храм и ей специальную воду выпить. Если она ничего плохого не сделала, с ней ничего не происходит. Наоборот, она получает благословение. Если, к сожалению, она согрешила, она умирает в храме. Это недельная глава, часть про Сойту. И сразу после этого приводится к главе о Назарее, Назир, Назарей. Это человек, который на себя берет специальный обед. Он не пьет вино, он не ходит на кладбище, он не стрижет волосы. То есть он как бы более святой. Есть нас среди евреев, который у них больше запретов. А здесь он как бы сам себе сделал более высокий как бы иудаизм с плюсом. Кроме того, что он простые митцы соблюдает, он теперь будет Назаре. Здесь тоже, если немного посмотреть, Тор нас учит, что может произойти с кем-то, и как это избежать, и как это исправить. Наши мудрецы в Талмуде есть целый трактат. Те, кто учат трактаты Талмуда, сейчас как раз они недавно его закончили. Называется трактат Сойта, который рассказывает о этих законах. И с самого начала этого трактата Решлокеш говорит, почему Сойта, это слово на самом деле, есть игра слов. Сойта пишется на иврите не через самых, а через шин. На самом деле, если в Торе писисты, хотя трактат обычно пишется через самых, но в Торе слово кисисты пишется через сын. То есть она как бы Сойта, Шойта. И Решлокеш говорит, почему Тора называет ее Шойта, Сойта. Знаете, особенно если люди, которые с эффектами фикции, им тяжело произносить буквы Ш. Так почему же Тора называет ее Шойта? Шойта, многие из вас знают, что такое Шойта. Шойта это глупец. Решлокеш говорит, что человек, еврей, не грешит, разве что, если в него вошел глупость, дух. Там такое слово Руахшту, словно перевести на русский язык, это дух глупости. Из него как бы зашла эта глупость, потом человек грешит. Поэтому эта девушка, женщина, она согрешила, потому что, наверное, Шойта, наверное, она глупая. Так говорит Шойта, так говорит на Шагимон. Приходит Рэб Хайм Шмулевич, он был вошел в мир. И он задает очень простой вопрос. Так почему? Так, слушайте, вы мне поговорите, что человек, который грешит, он дурак. На него, как нас говорят, на него что-то нашло. Бывает такое, на человека что-то нашло. Это может быть приступ злости, приступ глупости. И он согрешит. Так чего его наказывать? Ирония субъезда. Именно здесь история написана, как эту женщину. Бог, как бы сам Бог, она удостоилась, ее сам Бог наказал. Она пьет, и прямо в храме написано, что она нескоропостижно умирала, чтобы ее могли успеть вынести. То есть они видели, как только она пьет, видно было, что у них там глаза начинают вылазить. Видно, что сейчас она уберет. Ее быстро выносили из хама, чтобы не затумить, чтобы не испортить все. И приводится, что вот она шойта, она глупая. А почему же ее наказали? Так говорит Рабхайм Шмулеевич, очень интересный момент. Представьте себе, человек подошел к краю большой ямы. Посмотрите, что произошло. И вдруг подул сильный ветер, его сдуло, и он упал в яму. Так на самом деле он туда упал, потому что сильный ветер дул. Но он виноват, потому что то, что я просил подойти к этой яме. То есть говорит Рабхайм Шмулеевич, что человек, да, в конечном итоге, каждый грех, в самом конечном итоге, да, на него нашло. Но виноват человек не за сам грех, а виноват очень часто человек за то, что привело его к этому греху. Что его привело к этой ошибке. Да, понимаете, человек сел за руль, выпивший, и потом он там врезался куда-то, что-то нанес ущерб. Так за то, что он нанес ущерб, на самом деле он был пьяный. Даже по законам Тора, человек, который очень пьяный, с него нету спроса. Там есть разные законы, насколько он должен быть пьяный, это не тема моего урока. Но если придраться, да, слушайте, что вас пьянуть все хотите, он же ничего не соображает. Но его в тюрьму посадят не за то, что он был во время аварии пьян, а за то, что он выпил и сел за руль. Это точно так же грешник, говорит Рухан Шмулеевич. Да, на него нашел дух, ветер глупости. Но, говорит Рухан Шмулеевич, не надо было его упускать, этот дух. Если человек согрешил, особенно мы говорим про то, что в книгной главе написано, про женщину, которая так согрешила, так это не с бухты барахта, обычно, есть разные истории. Значит, она не просто не знает из бухты барахта, она все знает, такая была цедекис, она только весь день-то Елим говорила, и в другом стороне все, оп, и такой страшный грех. Обычно это не то, что происходит. Конечно, никто не застрахован, никто не знает, но обычно это была целая система, заняло время, сначала то, сначала это, потом она его увидела, не будем на это тратить время, но обычно это занимает несколько дней, а то и больше. Потихоньку, 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 и потом они согрешили. Это то, что Тора нас учит, что да, человек, он не безгрешен. Потому что, кто знает, что может случиться, человек должен и обязан себя оградить от греха. Поэтому, между прочим, если кто знает простая структура иудаизма, мы знаем, что у нас есть законы Торы, которых тоже немало. Но если посмотрите в Шухана Рух, большинство Шухана Руха, большинство запретов, на самом деле, это мудрецы постановили. Причем интересно, есть сферы, где очень много запретов мудрецов, есть как-то почему-то меньше. Например, в субботу, в субботу очень много запретов, мы знаем, у меня запреты мукса, запреты, кстати, насчет то, что в нашей недельной главе написано тоже, сойты, вот эти запреты между мужчинами и женщинами. То есть есть законы Торы, само собой разумеется, есть запретные связи именно по законам Торы. Есть очень много запретов, кстати, многие из них, да, по Торе, просто мы недооцениваем, но некоторые, действительно, там уже больше мудрецы. То есть есть законы, как мужчины и женщины, если они даже могут быть в одном помещении, они не могут быть ни за одному мужчине, оставаться наедине с женщиной. Это, кстати, по Торе большинство считают. Все, кто был когда-либо на еврейской религиозной свадьбе, все знают, что, конечно, мужчины и женщины по разной стороне забора. Есть очень аккуратность даже не подходить, не заходить. Все эти запреты, некоторые из них, кстати, по Торе, некоторые это мудрецы, чтобы предотвратить что-то очень плохое и очень страшное. Если вы знаете, за последние 10 лет, 20 лет, сколько в мире произошло знаменитых неприятных историй с большими людьми. И не хочется перечислять их в этом уроке. И связаны с этими ошибками, скажем так. И если человек живет по законам Торы и соблюдает эти законы, он будет предотвращен и будет отдален от этих грехов. Теперь человек не может сказать, окей, это, конечно, хорошо, я себя знаю, я лучше всего, я выше всего этого. Что вы думаете, на какого вы меня считаете? На то это и Тор. Может даже человек прав. Все может быть, есть такие святые люди, которые выше всего этого. Человек не имеет права сказать, что я лучше и выше, он должен все это соблюдать. Надо наоборот, вместо того, чтобы иногда люди немножко недовольны, ну вот то нельзя, это нельзя. Почему я со своей женой? И слушайте, я со своей женой не могу рядом сидеть, это же моя жена. Иногда даже со своей женой не разрешают сидеть рядом на свадьбе. Надо, вместо того, чтобы обижаться на эти законы, надо радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он дал на эту Тору. И дал нам мудрецов, которые нам еще помогли. Когда человек отделен от всяких глупостей и от этого духа и ветра, чтобы не упасть, не дай Бог, в яму. После этого момента про Сойта, как я уже упомянул, написано про Назарея и наши мудрецы, если я не ошибаюсь, я даже на прошлых уроках это когда-то упоминал, нас учат, что если человек увидел, почему-то Тори написано одно за другим, человек был в храме, и он увидел, что с этой Сойтой произошло, до чего человек может докатиться и как эта женщина опустилась. Кстати, хочу упомянуть, когда это все происходило в храме, то есть она выпила вот этот волшебный, так можно сказать, напиток. Кроме того, что она погибала, ее любовник, где бы он ни находился, с ним происходило то же самое. И это работало, кстати. То есть называйте это чудо, называйте это как хотите, но в Тори это приводится, кстати, одно из доказательств, если вы хотите сказать, что Тори действительно от Бога во времена храма люди это могли видеть. Это было только во времена храма, потому что для всей этой процедуры нужен храм. Во времена храма люди реально могли видеть, что происходит с грешником, поэтому легче было соблюдать все это. Мы, к сожалению, от всего этого далеки. В любом случае человек, который все это видел, он видел, что произошло с этой женщиной, до чего она опустилась, он должен что-то сделать, чтобы что-то с собой сделать. Поэтому он должен подняться на более высокий уровень, отдалиться от вина. Потому что нашему ДСГ, что вино это то, что в конечном итоге приводит иногда к этим глупостям, поэтому человек отдаляется от вина. Ромой Шепанчтейн задает вопрос, на самом деле это же не вино виновата. Если вы знаете, в иудаизме мы вино пьем, мы делаем кедуш, мы делаем Абдолу, мы утром делаем кедуш, вечером делаем кедуш. Без спору, тоже говорит, попробуем. Есть митцва, в празднике, все праздники, есть митцва, именно пить вино, именно радоваться. Можно говорить, что нету радости только вином и мясом. Если нет митцва, то можешь пить вино. А здесь почему-то, что вино приводит к этому, говорит Рыб Моиш, это не только вино, это святость. В этом назерее, у него не просто он вино не пьет, он становится другой, он другой человек. Он отделяется от вина, он отделяется от мертвецов, он не стрижет волосы, он становится другой человек, это святость. Так вот, святость, да, святость действительно отдалит его от греха. То есть человек должен работать. Еще один подход, еще один рецепт счастья, если так можно сказать. Рецепт, это человек должен понимать, кто он такой, и подниматься, и не опускаться. Человек должен работать над своей святостью. Кстати, у нас уже задели этот разговор. Многие задают вопрос, так что теперь вот этот назир, который стал назиром, что же у тебя будет с кидушем? Как же же он еврей, который не пьет вино? Так, кстати, это вопрос. Один из комментариев до Талмуд пишет, что это исключение. Назир, он хоть и вино не пьет, но кидуш он сможет сделать, потому что это митцва. Большинство с этим спорят. Во-первых, кидуш на вино делать, это только мудрецы постановили. Большинство считает, что кидуш надо делать в субботнии этапаторе, но вот именно на вино это только мудрецы постановили. Поэтому законы мудрецов не могут заставить Назира пить вино. И говорят, что он таки да, он не может пить вино. Что он будет делать? Очень просто. Он или попросит кто-то, чтобы его вывел с кидушем, или в это самое вечером можно делать кидуш на хлеб. Это просто, между прочим. Кстати, в наше время никто не принимает это назире. Не вздумайте, потому что кто-то захочет стать святым. Потому что у нас, к сожалению, нет храма. Чтобы правильно сделать это назарейство, человек его принимает. Он 30 дней стандартный, знаете, когда есть стандартная диета, так тут на 30 дней обычно это принималось. 30 дней человек вот это работал над своей святостью. И потом он должен принести три жертвоприношения в храм. И если он этого не сделает, он просто не может перестать всю эту систему. То есть он не будет работать. Поэтому в наше время ни в коем случае никто не должен принимать назарейство. Более того, большой вопрос, если кто-то хочет просто даже поститься. Он просто на себя какие-то хочет задать обеты, какие-то запреты. Это не так просто. Это надо желательно об этом совещаться. Потому что наши мудрецы говорят, что Тору называют этого назарея все-таки грешником. Поэтому в наше время не надо бросаться в крайности. Но над святостью работать надо. Человек должен понимать, кто он такой. Почему его пришелец, его душа, которая святая, пришла в этот мир. И человек должен работать над святостью и отдалять себя от любого греха. Поэтому таким образом он будет далек от всяких глупостей. Дальше мы продолжаем эту идею в нашей недельной главе. К концу недельной главы повторяется 12 раз одна из причин, почему она такая длинная недельная глава. Главы колен, Несеим, некоторые называют его как князь колена. Но они приносят же это приношение в мешкане. Это одна из самых длинных частей Торы. Там, если посмотреть, это восемьдесят девять посуков в этой части Торы. Если не ошибаться, это самая длинная часть Торы. Там 12 частей. Каждый из князей каждого колена приносит же это приношение. Причем, на удивление, они идеально точно идентичны. То есть 12 раз Тора повторяет одно и то же. Очень многие комментарии говорят, как такое может быть. Ведь в Торе каждая буква, каждая часть буквы на весе золота. Есть разные объяснения. В любом случае Тора приводит 12 раз повторяется, как они принесли это же приношение. Одно из объяснений, что здесь происходит, это что мессиим, эти главы колен, они на самом деле ошиблись за несколько месяцев до этого. Когда этот мешкан только начинали строить, его там, получается так, его начали строить сразу после Йом-Кипура. В Йом-Кипур евреи получили вторые скрижали. И им сказали, все, будем строить мешкан. Они его строили до Хануки и открыли его там, открытие, великое открытие мешкана было, первый день Ниссана. И первые 12 дней Ниссана, вот это то, что они приносили, это же это приношение. Так когда мешкан строили, мой шарабейну сказал евреям, пусть каждый даст то, кто сколько может. И евреи принесли золото, серебро, это недельные главы Трума и Тецавы. И Ниссиим, там приводится, принесли драгоценные камни для одежды коин-гадона. Там было 12 драгоценных камней. Они были величиной, примерно, с мизинец. У него было 12 камней, и каждый из Ниссиим принес эти камни. Откуда они, кстати, у них были. Написано, что те облака, которые пролетали, так можно сказать, в пустыне, они принесли им вот эти драгоценные камни. Почему вдруг они принесли эти камни, так Раши и другие Медрашим приводят. На самом деле, они сказали, слушайте, мы готовы заплатить все, что надо. Пусть сначала народ принесет то, сколько может, а мы потом покроем все остальные затраты. Они недооценили, евреи все принесли. И поэтому, когда написано Ниссиим, когда приводится, что Ниссиим принесли эти камни, там не хватает буквы Ю. Слово Ниссиим, это И. Обычно в святом языке пишется через букву Ю. Там эта буква Ю пропущена. Так можно это понять без буквы Ю? Оно немножко похоже на слово облако. То, что я сказал. Но Раши приводит, что буква Ю пропущена. Показать, что они немножко согрешены. Я специально говорю немножко, потому что, в самом деле, ничего плохого они вроде бы не сделали. Но Раши говорит, все-таки одну буковку забрали. Интересно, что это самая маленькая буква. Самая маленькая буква евреевского алфавита – это буква Ю. Чуть-чуть. 12 человек на 12 человек одну буковку не потеряли. Но они немножко все-таки согрешили. Они были неправы. Раши осознали свою ошибку. И когда Всевышний сказал открывать мешкам, они в первых рядах прибежали и сказали, мы хотим принести жетоприношение. Они не могли все вместе принести в один день. Всевышний сказал, в каком порядке они должны это приносить. Каждый день приносил другой княжь. Но они были первыми, кто принесли жетоприношение в мешкань. То есть они осознали свою ошибку. Еще один урок нашей недельной главы. Когда уже человек ошибся. Когда уже человек ошибся. Когда он уже что-то сделал. Просто сидеть плакать. И иногда, ой, что же теперь будет? Какой я грешник? Какой я грешник? Как мне стыдно? То, что мы вначале говорили, да, он уже сказал. Он тебе надо что-то делать. Потому что ему стыдно – это первый шаг. Замечательно. И тут они исправили. И они первыми тебе пришли. И они тебе принесли эти же приношения. И очень интересно, что Тора, друг ни с того ни с сего, не жалеет чернила. Как я уже сказал, восемьдесят девять фоскоп приносится. Это принес так-то, это принес так-то, это принес так-то. Интересно, когда они согрешили, у них забрали одну маленькую буковку «Ю». Это символическое наказание. Когда они исправили, Тора написала, сколько, много чего Тора написал. Тора у нас, по-моему, хочет научить. Кроме всех других объяснений, всех других уроков, Тора хочет сказать, что когда человек исправил свою ошибку, так человек всевышний, если так можно сказать, примет это исправку, это то, что он исправит. И тут уже Тора, наоборот, показывает, с какой радостью Всевышний это все пишет и рассказывает. И все. Человек не должен чувствовать, что вот такой грешник, кому нужна мое раскаяние и так далее. Наоборот, насколько Тора во много-много раз больше уделила внимание, когда человек что-то «да» делает. Теперь я хочу добавить, что иногда интересно, что тот человек, который делает это исправление, наоборот, может быть для Всевышнего. Может быть, не всегда, но для Всевышнего это может быть даже более дорого, чем простой еврей. То есть простой еврей, когда всегда все соблюдал, все замечательно. Тоже, каждая миссия велика. Мы человек, который не соблюдал, который не знал, который что-то создал. И теперь он исправился, возможно, точно как наши Несиим. Наши Несиим, они исправили свои ошибки. Поэтому одна из причин, что Тора действительно хочет показать, что после того, как человек «да» исправил, Тора не жалеет чернил. То есть в нашей Индельной главе, тоже хочется еще повторить, там есть другие тоже части. Это не значит, что я, конечно, все части этой Недельной главы упомяну. Есть другие части. Но вот эта идея несколько раз повторяется. Первое, это когда в начале Недельной главы приводится о грешник, который уже раскаялся и который должен заплатить украденные деньги и штраф Тора говорит, что он должен сознаться, что он действительно согрешил. Даже если он не против заплатить, но он должен сказать видуй. Он должен таки сказать, что он согрешил. Он должен понять, что произошло. Именно здесь Тора нам приводит о пришельце. Показать, что в первую очередь мы воруем иногда, когда мы грешим, хатаим. Это, к сожалению, мы делаем самим себе. Несмотря на то, что Тора говорит, что, чтобы согрешить, надо быть полным шойтой, полным глупцом. Но мы отвечаем за свои поступки. Может быть, не столько, сколько за сам грех. Но то, что привело к этому греху, к этой ошибке. Человек должен работать над своей святостью, чтобы не прийти вот этот назир. Когда он убил, до чего эта женщина может опуститься, должен работать не только просто не пить вино. Он должен полностью работать над своей святостью. И в конце Тора нас учат, что да, когда человек, да, ошибся, да, он согрешил, да, он что-то не то сделал. Но потом он, то, что называется, возьмет себя в руки. И он исправит все, что надо было исправить. Тогда Всевышний, конечно, примет его раскаяние. И наоборот, Тора пишет очень много о этом. И я надеюсь, что я хочу закончить наш урок. То, что в нашей недельной главе написано. Это Беркат Кайаним, это благословение коинов. Что Всевышний, те, кто живут в Израиле, делают это каждый день. Те, кто в диаспоре, это только по праздникам. Написано, что нашему листу говорят, что Всевышний очень хочет благословить свой народ. И то, что написано в Беркат Кайаним, я желаю всем слушателям и зрителям Всех благ, всех благословений. И до встречи в Афере. Всего хорошего.